Ровно год назад, 11 ноября 2022 года, украинские войска освободили Херсон. Единственный областной центр, который российским оккупантам удалось захватить после полномасштабного вторжения в Украину. Он пробыл в оккупации долгих 256 дней, ставших тяжелым испытанием для всех мирных жителей. Сбежав на левый берег Днепра, военные РФ не прекращают ежедневных обстрелов Херсона. Как город живет сейчас, расскажет корреспондент Дарья Литовченко с нами на прямой связи. Дарья, приветствую, вы в эфире. Дарья, мы в эфире. Добрый день, приветствую вас из сердца Херсона, из площади Свободы. Здесь, конечно, говорить о каких-то таких празднованиях не приходится, так как город постоянно в приеме российской армии, и люди стараются не скапливаться. В лютных местах, но атмосфера праздничная, она все-таки ощущается. Прежде всего, от самих херсонцев. Здесь прохожие улыбаются на улицах, сигналят машины. Все улицы украшены украинскими флагами. Также украшены национальной символикой и площадь, сама Свободы. Из-за атмосферы, извините, 11 ноября, это стало такой, знаете, сакральной датой для всех херсонцев. Предлагаю послушать их прямую речь, что они говорят. Для нас это очень большой праздник. Мы никуда не уезжали. Мы были все время в Херсоне, вне оккупации. И когда в прошлом году освободили, мы просто ждали от счастья. Для нас это просто второе рождение. Эмоции самые лучшие, потому что освобождение Херсона для нас, всех херсонцев, это самый счастливый день в нашей жизни. Херсон стал новым домом для меня, также для тех, кто выехал из полностью разрушенных российской армии сел, из тех, кому удалось выехать с временно захваченного левого берега. По моим личным наблюдениям, здесь кажется, что людей становится еще больше, по крайней мере на улицах и по вечерам все больше зажженных окон. Также есть и те, которые возвращаются сейчас в город для того, чтобы привести в порядок свое жилье, которое либо разрушено обстрелами, либо же оно было разрушено в результате подтопления того экоцида, который устроила здесь российская армия, подорвав дамбу Каховской ГЭС. Херсон – это город свободы, это город силы, город несломленности и вдохновения. Примера для борьбы с российскими оккупантами, когда здесь, тогда год назад, в марте, в самые первые дни полномасштабного сражения российской армии в Украину, выходили тысячи херсонцев, чтобы выявить свою позицию, выходили безоружные против вооруженных российских солдат, а затем уже переходили к другим методам борьбы. Здесь о силах сопротивления, об украинских партизанах, которые находились все оккупанты здесь, в Херсоне. Можно писать книги, можно составлять легенды. Здесь буквально каждый боролся как мог. Учителя, официанты, пенсионеры, они все становились такими агентами, передавали данные о том, что происходит в городе украинской разведки. И сейчас город под постоянным обстрелом российских войск. Армия РФ, сбежав на левый берег Днепра, ежедневно обстреливает город. Если говорить о прошедших сутках, то сам областной центр Херсон пережил 15 обстрелов, а по освобожденной правобережной части Херсонской области россияне выпустили почти 7 сотен снарядов. Если быть точным, 696 снарядов – это только за одни сутки. Но, несмотря на постоянные обстрелы, здесь сами херсонцы говорят, что они самое страшное уже пережили. Что после оккупации им уже не страшно ничего. Предлагаю послушать прямую речь. Вот воины подписывали на следующий день после освобождения. Вот Годзилла. Может, он увидит, может, дай бог, он живой, здоровый. Конечно, страшнее было в оккупации. В оккупации мы не выходили, тут мы вообще не были. Мы живем на Шуменском, поэтому мы на рынок хлеба купили и домой. Мы не выходили, жили на все свои сбережения, которые были, так сказать, под подушкой. Страшно. Мы рыдали, плакали. Мы месяц ходили от счастья, рыдали, что мы наконец-то освобождены. Дай бог, скоро будет победа. Ждем очень победы всей Украины. Понятна была угроза и со стороны оккупации, и оккупантов. А сейчас, ну, просто они бьют, куда попало, без понятия. Но стараемся не сильно передвигаться по городу, максимально свои дела решить до обеда. И потом надеяться на лучшее на каждый день. К постоянным взрывам здесь уже адаптировались. Именно адаптировались, так как привыкнуть к этому, в принципе, невозможно. Но несмотря на то, что обстрелы постоянны, да, здесь страшно. Здесь есть огромное количество волонтеров, в принципе, сами местные жители, они все объединились для того, чтобы или разбирать завалы, оказывать помощь всем нуждающимся. Здесь бронежилет стал обязательным атрибутом для формы как медиков, коммунальщиков, так и всех, в принципе, остальных в городе, которые остаются. Жители сами уже научились различать, в принципе, виды оружия по звуку. Знают, когда выход, когда прилет, когда идет конкупатерейная борьба между берегами. В некоторых районах также нужно услышать выход с левого берега российский, свист и успеть за несколько секунд спасти себе жизнь, либо добежав до укрытия, либо же просто упав на землю. Ну и, в принципе, Херсон – это не прифронтовой, это именно фронтовой город. О нем можно говорить бесконечно, готовы просто очень долго ему объясняться в любви.